Настоящей приметой нашего времени стало усиление внимания властей всех уровней к формированию комфортной городской среды. Действует федеральная программа. Буквально на глазах преображаются парки, обретают новый облик городские дворы. Но и в сельских поселениях есть изменения к лучшему. Наша съемочная группа побывала в хуторе Коржевском Славянского района. Андрей Вишневский с подробностями. Более 50 лет назад здесь был организован совхоз Ордынский, один из лучших в Краснодарском крае. Именно его прекрасные урожаи и высокие доходы стали основой для быстрого развития и обустройства хутора Коржевского. И сейчас служат коржевчанам отличный дом культуры, школа и детский сад. Есть здесь и красивый парк, который нуждался в ремонте. И вот после большой работы, благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды, содействию районных властей и депутата Законодательного собрания Кубани Виктора Чернявского, парк получил свое второе рождение. Ваша родина начинается вот примером этого, с такого прекрасного, благоустроенного парка. Куда вы ходите гулять, где вам здесь хорошо, уютно. И вот в рамках этой программы и старались сделать так, чтобы стало еще лучше. Несмотря на январскую прохладу, жители хутора, а здесь были люди всех возрастов, с радостью пришли на торжественное открытие обновленного парка. Школьники читали стихи, а народный хор при Азовье выступил с небольшим концертом. И наконец наступил самый торжественный момент – перерезание красной ленты. Глава поселения Людмила Трегубова сделала все возможное, чтобы парк с его главной аллеи преобразился, чтобы на новой плитке появились удобные лавочки для отдыха. Здесь сделано покрытие, конечно, обновленное. Когда-то было 10 лет тому назад плитка, но она вся разрушилась. И сейчас мы обновили эту плитку. А деревья, деревья еще сажали 64-го года, когда был основан совхоз Ордынский. Коржевчане и гости хутора по достоинству оценили усилия властей по формированию комфортной среды жизни. Как меняется у нас хутор Коржевский. И мне очень приятно, я очень горжусь. Зато с каждым годом он меняется все в лучшую и в лучшую сторону. Открыта прекрасная аллея, прекрасный памятник у нас, территория вокруг памятника обихожена. Дороги асфальтируются. И вообще, я, знаете, вот хочу сказать огромное-огромное спасибо нашему администратору Ильине Николаевне Трегубовой. С какой душой, с какой теплотой она относится к своему делу. И еще одна хорошая новость для жителей Коржевского. Благодаря той же программе формирования комфортной городской среды был обустроен большой двор многоквартирных домов на улице Солнечной. Заасфальтирована территория стоянки автомобилей, дорога и проезды к подъездам. Установлена современная детская площадка. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Георгий Калинин. Продолжение следует.